А как ты попала за границу, скажи, пожалуйста? За границу это тоже была история, в общем, очень такая страстно-драматическая, можно сказать. Дело в том, что я училась у одного педагога, которая в свое время сделала такие очень большие трудности такому знаменитому виолончелисту Мстиславу Ростроповичу. И я как бы не послушалась ее, там прошли очень долгие истории, очень много чего нужно рассказать, каких-то деталей. В общем, короче говоря, она сделала так, что, несмотря на то, что я была, в общем, одна из лучших на курсе, у меня были сплошные пятерки, у меня, в общем, все шло к такому мощному красному диплому. И, естественно, там потом на совершенно спокойно нормальные поступления в аспирантуру, она сделала так, что мне на камерном ансамбле, где она была за подделом, ну, в общем, там считали-считали-считали-считали, и она еще несколько там педагогов, которые с ней очень хорошо там контактировали, в общем, нам все равно потом выходило пять с минусами, и там они считали еще дальше, и все, в общем, получилось каким-то образом четыре с плюсом. А если четыре на госэкзамене, да, то нет красного диплома, нет автоматического поступления в аспирантуру, кранты. Вот. Но, короче говоря, вот это вот событие, оно не меня... Знаешь, вот я по своей жизни, вот мы как раз вот начали беседу о том, что обстоятельства там, что-то, какие-то отмазки, какие-то за что-то, у меня были такие обстоятельства, то есть другое бы сломался просто на моем месте, да. Я была всегда Ванькой-встанькой, то есть вот, ну, никакие события меня не сломают. И я, значит, решила хорошо, я поработала там в музыкальной школе год, воспитала несколько таких хороших фортепианных дуэтов, которые один получил первую премию там на школьном конкурсе, в межшкольном, в общем, достаточно хорошо они играли, в общем, я и там тоже засветилась, да. И я решила, что как раз вот к этому времени я получила еще свою премию на конкурсе в Италии, вот. И меня пригласил один очень хороший педагог, Александр Макаров-Гольд, Гольд Федер, но он Голд хочет называться, вот. Он пригласил меня в Голландию учиться. Он сказал, что ты знаешь, ну, в общем, если такие обстоятельства, да, то тебе все равно, откуда искать педагога дальше, чтобы учиться, да. Приезжай ко мне, если понравится, как, в общем, если мы сойдемся характерами, да, и, в общем, тебе понравится, то останешься у меня. Если нет, то уже из-за границы, как бы, да, из Голландии уже легче там по Европе искать, куда тебе поехать учиться еще. Вот. И это было колоссально, то есть я вообще не только там подождала, искала, то есть я у него очень многому научилась, а потом еще поступила как раз вот в Мюнхен еще в следующую аспирантуру, потому что я получила, как бы, стипендию от Голландии, я с отличием там закончила, и мне дали еще стипендию одного фонда для обучения за границей. Вот. За границей для меня везде была, то я поехала учиться в Мюнхен. Меня там пригласил очень хороший профессор Герхард Опец, пригласил к себе учиться. Вот. И вот так вот я осталась в Германии, потому что мне сразу после обучения ректор предложил преподавательское место, но я, конечно, в общем, не отказалась от такого.